С 1 июня СМИ будут штрафовать до 50 тысяч рублей за упоминание запрещенной или ликвидированной экстремистской организации, без ссылки на то, что ее деятельность запрещена. Проект касается общественных объединений или юрлиц, признанными террористическими или иностранными агентами. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому журналисты несут полную ответственность за цитирование ложных или противоправных материалов изданий, редакторов которых нельзя установить и привлечь к административной ответственности. В частности, оренбургские СМИ теперь не смогут ссылаться на анонимные телеграм-каналы, даже если в достоверности информации они полностью уверены. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий лицам, причастным к терроризму или экстремизму, участвовать в выборах всех уровней. Под запрет могут попасть и те, кто поддерживает такие сообщества рублем или одобряет их деятельность в публичном пространстве, в том числе в интернете. Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, что за последние полгода российские политологи отметили рост поправок в законы, направленные на подавление несогласных, в том числе расширение списка иностранных агентов и ответственность за публичное распространение ложных сведений о Великой Отечественной войне. Так, ранее, применив новые законы, закрыли фонд борьбы с коррупцией Навального и признали иностранным агентом интернет-издания «Медузу». Причиной резкого роста числа репрессивных законов политологи назвали приближение выборов в Госдуму. Вероятно, подобных проектов будет становиться больше.